Помимо основных буквенных команд, в терминале также используются специальные символы. Их-то мы и рассмотрим в данном видео. Первый символ это тильда. Она является сокращенной формой пути к домашнему каталогу. Например, если мы хотим перейти в домашний каталог, то вместо того, чтобы писать CD-HOME имя пользователя, достаточно написать CD-дильда. И мы также окажемся в домашнем каталоге. Также можно переходить в каталоге, который находится в домашней папке. Для этого введем CD-дильда и через слэш укажем название папки, к которой нужно перейти. Следующий специальный символ это точка. Он означает текущую директорию. Например, если мы при помощи команды ls-ключ-ума выведем список файлов в текущем каталоге, то увидим следующее. То увидим нашу точку. Также в выводе команды мы увидим две точки. Они означают родительский каталог относительно текущего. Например, если мы хотим перейти на уровень выше, то введем следующую команду. CD-дильда и перейдем на уровень выше. Также при помощи одной точки можно запускать скрипты в текущей папке. Для этого нужно ввести точка, касая черта и название скрипта. Например, создадим скрипт и запустим его. Также необходимо установить права на запуск. Следующий специальный символ это касая черта. Она используется для разделения каталогов в имени пути. Например, перейдем в каталог 1, в каталоге загрузки. В данной команде используется касая черта. Она разделяет каталоги. Также при помощи касой черты можно перейти в корневой каталог Linux. Для этого напишем следующую команду. Мы находимся в корневом каталоге Linux. Следующий специальный символ это решетка. Он означает комментарий. Например, добавим комментарий в наш скрипт. И как мы видим, при запуске строка после решетки не вывелась, так как она является комментарием. Следующий специальный символ это знак вопроса. Он означает знак подстановки символа. Например, создадим папку test. Перейдем в данную папку и создадим 3 файла с именами f1.txt, f2.txt и f3.txt. И создадим файл test.txt. Теперь мы видим наши 3 файла, исключив файл test.txt. Для этого введем следующую команду. ls f1.txt и файла с именами f1.txt. символ .txt. В данном случае это 1.txt, 2.txt и 3.txt. С помощью знаков вопроса также можно вывести файл test.txt. Для этого после команды ls нужно указать 4 знака вопроса. Следующий символ это звездочка. Если вопросительный знак означал один символ, то звездочка означает множество символов. Например, выведем все файлы начинающиеся на f. Для этого введем следующую команду ls f звездочка. Также можно вывести все файлы с расширением .txt. Для этого введем команду ls звездочка .txt. Следующий символ это квадратные скобки. Он означает набор символов, который включен в данные скобки. Например, выведем два файла f1 и f3. Для этого введем следующую команду ls f квадратные скобки. и в квадратных скобки укажем цифры наших файлов. Это 1 и 3 соответственно. И в конце укажем расширение .txt. Также можно выводить файлы в определенном промежутке. Например, выведем файлы f1, f2 и f3. Для этого введем следующую команду. ls f и в квадратных скобках укажем промежуток от 1 до 3. Для этого воспользуемся .txt. Следующий символ это точка с запятой. Он позволяет разделять команды. Например, выполним несколько команд. Для этого разделим их точкой с запятой. Данной командой мы создали файл 1.txt, вывели содержимое файла 1.txt и вывели содержимое текущего каталога. Также вместо точки с запятой можно использовать два амперсанта. Отличие заключается в том, что если одна из команд не будет выполнена, то вся последовательность команд остановится на данной команде. Например, попробуем перейти в несуществующий каталог, и вывести список файлов и папок данного каталога. Между данными командами укажем двойной амперсант. Следующий символ это одиночный амперсант. Он позволяет запустить команду в фоновом процессе. Например, если мы запустим браузер Firefox из терминала, то увидим то, что терминал передает управление данной программе. Это будет происходить пока мы ее не закроем. Мы не сможем выполнять любые действия в терминале. При помощи амперсанта мы запустим Firefox в фоновом режиме. Как мы видим, наш браузер успешно запустился, а мы можем продолжать работу в терминале. Следующий символ это левая угловая скобка. Например, это редактируем файл test.txt и запишем в него цифры случайной последовательности. Теперь при помощи левой угловой скобки передадим содержимое файла test.txt команде sort, который отсортирует содержимое файла. Следующий символ это правая угловая скобка. Она перенаправляет вывод. Например, перенаправим вывод команды ls в файл test1.txt. Выведем содержимое данного файла. Следующий символ это вертикальная черта. Она передает выходные данные одной команды другой. Например, передадим выходные данные команды ls в команде grep. В данном случае команда grep принимает выходные данные команды ls и ведет поиск по соответствующему условию. У нас это условие 1. Как мы видим, команда вывела все файлы, в которых содержится символ 1. Следующий символ это восклицательный знак. Он означает логический оператор не. Например, напишем следующую конструкцию. Данная команда проверит, существует ли каталог test. Если он не существует, то создаст его. Как мы видим, наш каталог создался. Также для того, чтобы повторить предыдущую команду, можно воспользоваться двумя восклицательными знаками. Это может быть полезно, когда необходимо повторить предыдущую команду, воспользовавшись привилегиями администратора. Для этого нужно ввести из суда два восклицательных знака. Следующий символ это доллар. Он означает выражение переменных. Например, можно вывести значение переменной user, то есть текущего пользователя. Или переменную home. Или просто объявить свою переменную и вывести ее. На этом работа специальными символами завершена. До встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok